Если официальные лица, вроде министра обороны Резникова, заявляют о том, что переговоры разворачиваются успешно, то тенденция этой войны говорит о том, что когда следуют такие заявления, то переговоры действительно успешны. То есть нас, как правило, информируют постфактум о прибытии тех или иных средств вооружения, либо же о успешности тех или иных переговоров. Поэтому я думаю, что шансы достаточно высоки по поводу предоставления нам 300-километровых ракет, я имею в виду. Теперь, что касается систем М-270, это МЛРС, тоже ракета системы залпового огня, это такой прородитель Хаймерса. То есть сначала был МЛРС на гусеничном ходу, а потом появился Хаймерс, американцы его создали. То есть главных отличий два. Первое, то есть два пакета по шесть направляющих, это у МЛРС, и один пакет по шесть, и один пакет с шестью ракетами, это у Хаймерс. То есть МЛРС может одна машина запустить 12 ракет, а Хаймерс шесть. Это первое различие. И второе различие, это большая мобильность Хаймерс, потому что она находится на колесной базе, а МЛРС на гусеничной базе БМП Брэдли. То есть МЛРС у нас гусеничный, а Хаймерс у нас колесный. Это вот две основные разницы. Что касается типов боеприпасов, то в принципе они унифицированы, и та и другая система способна запускать одинаковые боеприпасы в зависимости от их снаряжения. Сейчас мы имеем в распоряжении ракеты, которые бьют на дальность 70-80 километров, а Резников говорит о 300-километровых ракетах. Рядом дадут 500 километров, потому что в принципе эта система еще в Соединенных Штатах, она еще не такая массовая для того, чтобы они могли направлять ее за границу.